Я всех приветствую, и в данном видеоролике хотелось бы поговорить про, снова-таки, приложение Ведьмак 2 от компании CD Projekt Red по мотиводной именной серии книг Ведьмак от именитого автора Анджея Сапковского. И сегодня мы рассматриваем не плюсы, как это обычно происходит в данном приложении, а как раз-таки его минусы. Ну что ж, первая вещь, которая бросается в глаза и бросается в глаза сильно, это отсутствие какого-то баланса в контексте квестов и прочих предметов, которые игрок будет находить по мере прохождения сюжетной ветки. Стоит обратить особое внимание на общее количество заданий, уровней и прочих вещей. Инвентарь игрока забивается довольно быстро, при этом забивается он не только полезными предметами, но и предметами, которые мы считаем бесполезными. И дело не в том, что многие игроки собирают некоторые предметы неправильно, а в том, что некоторые из этих предметов, чисто гипотетически, по мнению игрока, могут быть полезными, а на деле же они не играют никакой роли, а являются скорее косметическими предметами. Взять, к примеру, мечи. Их достаточно много. Описание интересное, цифры тоже неплохие, но есть некоторые мечи, которые обладают уникальными эффектами. Но при этом они довольно бесполезны. Помимо этого, все оружие в игре можно условно разделить на два типа. Это мечи и все то, что мечами не является. К примеру, вот этот посох оператора. Данная вещь получается в ходе одного из квестов, вот этого вот квеста, под названием «Память старых лет». И дело все вот в чем. Игрок получает действительно крутые артефакты, но все это в большинстве случаев происходит где-то под конец игры, то есть к последней, финальной главе, третьей главе. И здесь не так уж и много квестов, как вы можете заметить. То есть можно сказать, что их вообще мало. И по содержанию и наполнению больше всего заданий и прочих активностей как раз таки собрано в первой главе, во флотзаме. Но беда в том, что у игрока просто нет никакой возможности прокачать своего персонажа там, получить какие-то полезные предметы. Рассмотрим также ветку прокачки персонажа, которая, на мой взгляд, также является минусом. Начнем с первого минуса. Первый минус в том, что когда у игрока, ну, во-первых, ограничен уровень, вы не сможете набрать больше определенного числа. Ну, то есть чисто теоретически, вы, разумеется, можете что-то попытаться сделать, но когда вы выполните все квесты, все активности, то прогресс, улучшение уровня, он, во-первых, замедляется, а во-вторых, он не безграничен. И это наталкивает игрока на еще одну проблему. Проблему, связанную с улучшением одной из четырех веток. Начинается все с того, что шесть уровней игрок просто теряет буквально в никуда. Поскольку пока игрок не прокачает шесть базовых навыков в категории обучения, он не сможет открыть ни одну из этих интересных веток. Просто никак. Далее мы обращаем особое внимание на такую вещь, как проценты. Проценты, безусловно, достаточно важная вещь в приложении. И вместо того, чтобы увидеть какие-то цифры и знаки, мы увидим вот что. Стандартный наш сет, выглядящий примерно так. Строится он из чего? Строится он из доспехов, которые будут на игроке, орудия, которые применяет игрок. И, разумеется, такая интересная вещь, как различные умения. Ну, по идее, это довольно полезно. Помогает в некоторых аспектах. Но есть проблема. Проблема в цифрах. Как вы можете заметить, здесь у нас есть некоторые полезные эффекты. К примеру, снижение магического урона, сопротивление горению, различные прочие сопротивления. Дополнительный урок от знаков. Что же еще? Ну, вот эти вот все цифры. Здоровье, броня, броня, броня. Ну и, допустим, мы все вот это вот сейчас уберем, чтобы посмотреть стандартные числа, которые у нас будут по умолчанию. Что же у нас по этим числам? Базовый урон у нас будет равняться 5-6 единицам. Здоровье на 255. Мы можем получать различные эффекты или здоровье в зависимости от наших, опять же, умений. В некотором случае они могут улучшать различные сопротивления, уроны и так далее, и так далее. Их мы, к сожалению или счастье, скинуть не можем. Поэтому вот, переходим дальше. Дальше мы можем заметить такую вещь, как энергия. Энергия по умолчанию равняется 2. И проблема в том, что энергия во время боя не восстанавливается, а еще она не восстанавливается, когда на игроке активирован защитный знак Квен. Казалось бы, проблема не очень существенная, но все-таки, все-таки, эта вещь является важной. Далее вернемся как раз-таки к нашей ветке улучшения. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть улучшение здоровья. Было бы в теории полезно, если бы это здоровье не уходило очень быстро, в зависимости от уровня сложности. И, скажем, 1-2 атаки по противнику и 1-2 атаки разницы особо не сыграют. Дело всего вот в чем. Нам необходимо улучшать навыки, которые будут хотя бы теоретически полезными. В теории, на ранних этапах, здоровье действительно может быть и будет важно для игрока. К примеру, против накеров, утопцев. Но когда игрок сражается с каким-нибудь кейраном, там все равно. 1-2 удара игрока нет, ему эти 10 здоровья не помогут. Вообще никак. Никоим образом. Но, разумеется, никакие замеры не проводились. Ничего я не высчитывал, просто мне кажется, что это слишком мало. Перед тем, как мы продолжим дальше, мы рассмотрим все вот эти вот уровни и что у нас где открывается. И для того, чтобы это рассмотреть, нам необходимо сохраниться. Поскольку перезагружаться нам придется довольно часто. Так, мы начнем, пожалуй, опять же с самых полезных и самых бесполезных навыков. Как вы можете заметить, у нас первое умение, которое открывается, это выбор между метанием ножей, восстановлением энергии и закалкой. На мой взгляд, в данном сегменте самая бесполезная часть – это закалка. По причине того, что полученное в итоге здоровье будет равняться всего 60 единицам. Ну, то есть чисто теоретически это не слишком много. Как вы помните, на раннем этапе у нас здоровья было довольно мало. Давайте даже посмотрим. У нас его было на 10 единиц меньше, поэтому у нас было его 255 единиц. Мы в итоге получим еще плюс 50. И это довольно много в сравнении с общим числом нашего здоровья. Но, опять же, дело не в значении, которое мы здесь получаем, а в том, сколько урона наносят враги. И большая часть атак врагов в третьей главе намного выше, чем то, что мы получим в итоге от всех этих бонусов со здоровьем. Далее у нас есть парирование. Парирование, по идее, довольно полезный навык. Мы можем отражать удары врагов, снижение урона при блоках 100%. Очень классно и полезно, если вы будете блокировать. Если вы будете блокировать, здесь есть одна интересная деталь. Вы можете использовать защитный знак, квен. И пока он действует, пока он действует, вы можете, используя любое орудие, ставить блок. И пока знак действует, этот блок не будет снижать вашу энергию. Но, опять же, пока работает защитный знак. В свою же очередь, когда игрока атакует, длительность защитного знака будет сбрасываться, и таким образом энергия будет теряться. То есть, изначально у игрока будет всего две возможности поставить блок. Сильно ли это ему поможет? В боях один на один, один против двоих, может быть. Но когда против игрока будет легион призраков, это ему как-то особо не поможет. И блоки в данном случае будут достаточно бесполезными. Особенно потому, что работает довольно криво. Далее у нас есть отражение стрел. Ну, что-то можно сказать. Было бы полезно, если бы в приложении Ведьмак 2 было достаточно много лучников. Большая часть лучников сосредоточена, опять же, в первой главе, поскольку там у нас есть эльфы, с которыми мы, опять же, можем сражаться и сталкиваться в лесах Флотзема. Против них это, может быть, и будет полезно, поскольку в основном они используют не только орудия ближнего боя, но и луки. Да, там, может быть, это и подойдет. В любом другом случае навык довольно бесполезный. Далее у нас идет любой из этих навыков, но давайте выберем твердость духа. Да, кстати, единственное, что стоит отметить. Единственная вещь, по которой мы можем прокачивать вот эти навыки, это мутация. Мутация — это у нас такой дополнительный атрибут, который позволяет нам закинуть один из мутагенов. Мутагены у нас бывают нескольких типов, и легче будет их рассматривать из соответствующего меню. Меню с мутагенами. Собственно, вот в чем все дело. У нас есть мутаген радиуса действия. Как вы можете заметить, он увеличивает дальность знака арт и знака игни. Далее у нас есть мутаген усиления, адреналин при попадании. Полезная вещь, но опять же применять особо негде. Далее все мутагены делятся на три подтипа. Это слабый мутаген, мощный мутаген является максимальным в данном случае. Ну и есть просто какой-то там мутаген стандартный, это уже больше второй уровень. И слабые мутагены они по сути бесполезны. Единственное, где вы их можете применить, это продавать, поскольку нет никакого смысла в применении этого мутагена, так как он является намного слабее, чем то, что мы можем в дальнейшем найти. И вот в чем весь прикол. У нас есть мощный мутаген здоровья, который прибавляет нам по 10 единиц здоровья. по-моему, опять же, довольно слабая вещь. Опять же, на мой взгляд. И есть у нас мощный мутаген критических эффектов, который, на мой взгляд, является достаточно сильным. Ну, именно исходя из статистики. То есть, мы получаем вот эти вот все наши умения, навыки и прочие штуки. Теоретически, если вам каким-то образом удастся собрать достаточно много этих самых мутагенов, вы сможете улучшить своего персонажа с помощью мутации уже на первых уровнях. То есть, вот здесь это две мутации. Далее, вы можете добраться до одной из этих веток. Здесь, по-моему, три мутации. Здесь, наверное, то же самое, поскольку они зеркалятся, и, вероятнее, всего здесь. Но мы до этого доберемся, и, разумеется, это рассмотрим, чтобы уже не было нигде никаких сбоев и неточностей и прочих погрешностей. Как вы можете заметить, когда мы все шесть уровней прокачали, у нас открывается новая ветка. Но прежде, чем мы доберемся до этой самой новой ветки, мы, наверное, улучшим вот эти вот все навыки, после загрузим сохранение, и уже продолжим от всего этого движения. так, далее, улучшаем вот эти вот параметры характеристики, и улучшаем восстановление энергии в бою. И здоровье тоже мы улучшаем. Теперь смотрим, как изменились наши знаки, символы, характеристики. В принципе, в принципе, выглядит достаточно неплохо, но мы потеряли уже достаточно опыта и очков талантов для того, чтобы прокачать нашего персонажа. выглядит достаточно, конечно, печально. Еще вот в чем прикол. Есть у нас такой вот знак, длительность ему тоже прописана, но концепция в том, что мы можем его просто не открыть и таким образом, поскольку его просто нигде нет, открывается он только тогда, когда мы прокачали вот эту вот ветку и проблемка в том, что не всегда игроку эта ветка интересна. Здесь в большинстве случаев выбор выглядит следующим образом, что именно будет прокачивать игрок бой мечами или магией. Алхимию мы не рассматриваем в большинстве случаев, поскольку алхимия достаточно слабая с одной стороны. Однако, если игрок постоянно применяет различные зелья, у него много предметов, которые он использует для варки зелий, то чисто теоретически данная ветка была бы довольно полезной. Чисто теоретически по одной простой причине. Когда игрок сможет нормально прокачаться в данной ветке, ему уже в большинстве случаев все эти эликсиры не понадобятся, поскольку как таковых соперников попадаться не будет. То есть большая часть врагов они сосредоточены намного раньше, и есть возможность разбираться с ними другими методами, не используя все вот эти предметы. А самые сложные враги, опять же, чисто теоретически, это у нас скопление врагов, поскольку защитный знак против них не особо спасает, по одной простой причине, для того, чтобы его использовать снова, необходимо, чтобы анимация активации защитного знака игрока не слетала. А если эта анимация будет слетать, то игрок не сможет активировать защитный знак. Если он не сможет этого сделать, то ему будет все равно, сколько у него там полосок энергии, 2 или 7, и у него просто не будет времени. В толпе у игрока особо шансов нет. Особенно учитывая такую вещь, как урон в спину. Урон в спину это такая важная вещь, которая заметно снижает уровень здоровья игрока. Дело все в чем. Вот стоит наш персонаж. Если он получает удар именно в корпус, то урон он будет чуть меньше, чем урон, который он бы пропустил в спину. Но дело все вот в чем. Когда игрок применяет различные уклонения, есть одна проблемка. Проблемка это связано с тем, что игрок в большинстве случаев применяет лишь один стандартный вид уклонения. То есть это уклонение назад от оппонента. А поскольку оппонент у нас обычно стоит где-то позади и когда мы уклоняемся есть небольшой шанс, что он нас зацепит. Вероятность конечно невелика, поскольку когда активируется анимация уклонения, игрок вроде как чисто теоретически не осязаем для некоторых типов атак. Опять же чисто теоретически по одной простой причине. Все зависит от таймингов, которые будут потрачены игроком на выполнение того или иного действия. Изначально у нас есть несколько видов базовых кувырков. Это влево, вправо, вперед и назад соответственно. А теперь вопрос. Есть ли хоть один человек, который в здравом уме будет применять уклонение вперед в сторону своего оппонента? Казалось бы, что это будет абсолютно совершенно нелогично, но на самом деле это самый логичный исход, поскольку когда мы выполняем уклонение данным образом, мы не получаем урон в спину, если у нас один враг и мы его видим. Разумеется, вряд ли кто-то будет это применять, но все-таки. Далее возвращаемся к нашей прокачке. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть три ветки, начнем опять же пожалуй с алхимии. Как вы можете заметить, у нас всего остается 19 талантов. И всего в каждой ветке логично было предположить и просчитать заранее по 15 вот этих навыков. При этом каждый навык имеет два уровня в своем составе. То есть вместо стандартных 15 очков талантов, которые мы должны были вливать, чтобы полностью прокачать одну ветку, у нас должно быть 30. Еще раз, чтобы прокачать ветку полностью, одну ветку, что уже как бы невозможно, поскольку мы теряем 6 очков таланта. Допустим, у нас сейчас 32 уровень, у нас было бы 32, допустим, и мы потеряли 6 того, у нас осталось уже 28 очков таланта, допустим, и нам все равно бы этого не хватило для того, чтобы прокачать полностью хотя бы одну ветку. Одну ветку. Не говоря уже о том, что мы захотим в одном прохождении улучшить несколько веток. Либо мы будем улучшать их на 50%, а парадокс улучшения на 50% в том, что первый уровень, он многократно хуже, чем второй уровень. Например, здесь здоровье плюс 10, дальше у нас здоровье плюс 50. Это к чему? Это к тому, что у нас здесь то же самое. Закалка и синтез. Прекрасно. Замечательно. А здесь мы видим какое-нибудь повышение здоровья? Да, видим, оно здесь. И то есть, как вы можете заметить, чем выше вот этот вот навык в табличке расположен, тем выше его стандартное значение. Но при этом до него будет труднее добраться. Далее. Урон предметами очень полезная вещь, если вы применяете эти самые предметы. Давайте рассмотрим ситуацию, в которой вы сможете применить все эти вещи. Допустим, ловушки. Часто ли вы вообще их применяли? Уверен, что большая часть игроков использовала их максимум в сражении с Кейроном. И то, потому что единственный вариант, который якобы облегчает игровой процесс, это применение этой ловушки. ловушки, но она как бы по сути бесполезна, поскольку это тот же Ирден, только работает по иному методу. Вот у меня даже она осталась здесь, как бы. С одной стороны, может быть полезная вещь, но не знаю. На мой взгляд, не очень. Что же еще дальше можно сказать? Ну, в теории ловушки, может быть, вы будете применять в различных квестах против каких-нибудь врагов вроде гарпий, но там, где они действительно нужны, вы особо их ставить не будете, поскольку когда у вас нет времени и локация достаточно замкнутая, вот эта локация, например, она является достаточно просторной. Следующая локация, где нас поджидает лето, у нас, опять же, очень просторная локация, там, да, там мы можем много чего поставить, это неплохо, но есть локации, которые буквально замкнутые, это та же локация с оператором, где мы получаем вот этот самый посох, и вот там уже игрок особо ничего не поставит, поскольку помимо самого оператора, который вроде как боевой маг, что облегчает нам задачу, но и усложняет наличие горгулей, а горгулей, они как бы на месте не стоят, вы можете прятаться за колоннами, но пару раз не уклонились, все, здоровья нет, но гипотетически, может быть, вы что-нибудь там успеете, поэтому имеет право на существование хотя бы то, что не только лишь ловушки получают урон, урон в 20% на первом уровне и урон, который будет возрастать столько же раз, сколько обычно наносит ловушка, ну, то есть по идее, как говорят нам цифры, далее побочный эффект и прочие вещи, которые помогут нам в поиске наших мутагенов, мутагены довольно полезны, что же, рассматриваем мы дальше вот эту вот ветку, получаем 10 стандартных процентов, ну, по идее, нормально, поскольку мутагены достаточно редкие, мы мало где можем их встретить, ну, допустим, выбивая их с наших врагов, и есть как бы люди, которые будут 24 часа в неделю колотить несчастных гарби, накеров и прочих товарищей, но, по-моему, варить делье оно как-то получше, поскольку вы можете просто покупать ингредиенты у торговцев в данном ключе, варить делье, получать мутагены, продавать мутагены, довольно неплохо выглядит. Далее сбор алхимических ингредиентов. Тут сложно что-то сказать. Звучит как какая-то полезная вещь. На деле же маловероятно, что оно хоть как-то облегчит прохождение игроку. Эффекты всех выпитых эликсиров и ослабления снижаются. Очень полезно, но не полезно в том случае, когда игрок проверяет различные баги, особенности, где необходим именно урон от отрицательных эффектов. Все эти проценты будут довольно сильно мешать. Далее что у нас тут? Длительность эликсиров тоже полезна. Довольно полезна, поскольку бои на высоких уровнях сложности довольно затянуты. И чем больше будет функционировать эликсир, тем лучше. Далее длительность действия всех масел. Масло в приложении Ведьмак 2 про него наверное стоит отдельно сказать. Есть, но смотрите обычные эликсиры и по сути есть у нас такие вещи как масла. Они в данном случае готовятся точно там же, где и эликсиры и все дело вот в чем. У нас есть довольно много всяких крафтовых предметов и есть вот эти вот масла. Есть обычные, стандартные, которые мы применяем в крафтах чего-либо и есть то, что мы будем опять же использовать в качестве вещей, которые мы применяем к нашим мечам и прочему оружию. Дело всего в чем. По всей своей концепции одно вот это вот масло может быть применено к одному единственному предмету и действие предшествующего будет заметно, заметно, заметно снижено. Наверное, нам надо было посмотреть сначала на все вот эти вот проценты, которые все-таки будут снижены, так, и потом уже улучшать ветку алхимии. На самом деле мой, как говорится, косяк, да, не учел этого. Но в любом случае можно все вот это вот посмотреть, посчитать, ну, хотя бы на данном этапе. С этим все вроде более-менее понятно. Что у нас дальше? Дальше у нас длительность опять же действия увеличивается на 40% эффекты всех мутагенов плюс 15% и вот на мой взгляд вот эта вещь действительно будет полезной. мутагенов. Далее, ну, что тут можно сказать? Многие вещи здесь полезные, но мы до них попросту не доберемся. Что же до самих мутагенов? Вы изначально помните, какие у нас были статистики по мутагенам. и как вы можете заметить, вот это вот 40% это действительно мощно, поскольку мы получаем еще те стандартные 10% и в итоге получается действие мутагена усиливается в 3 раза. Таким образом, вы можете собрать чисто теоретические 3 вот этих мутагена добить до вот этого вот навыка. Так получается. Всего нам здесь понадобится минимум 1, 2, 3, 4, 5, 6 очков таланта минимум. И седьмой идет на второй уровень. Дело все вот в чем. Когда вы прокачиваете вот эту вот вещь, у нас здесь остается 7, так допустим, здесь у нас ушло 6 очков и того минус 13. Стандарт у нас где-то был в 32, 32 таланта минус 13 уровней. Это у нас получается чуть меньше 20, что чисто теоретически позволяет нам прокачать полностью одну ветку. Некоторые элементы на второй уровень, некоторые вряд ли на второй уровень. Соответственно, потому что для полной прокачки второго уровня нам необходимо 30. Что у нас дальше? эффекты, урон, прочие эффекты по сути было бы очень полезно. Но не знаю, на мой взгляд может полезным и не является, поскольку не особо часто используются эти эликсиры и прочие вещи. Далее по свойствам. Что у нас здесь можно заметить? Видим ли мы какой-то нереальный прирост в цифрах? Нет, не видим, потому что он даже здесь не отображается. То есть мы никогда больше не узнаем, как именно у нас работает весь вот этот прирост, в отличие от магии тех же мечей. То есть его даже здесь в процентах нет нигде. и я не знаю, почему разработчики это не добавили, поскольку добавили они много довольно бесполезных вещей, но довольно полезные эффекты решили не добавлять. Но в любом случае работает как работает. Что же у нас дальше? А, дальше вот, кстати, все возрастает в два раза, и по-моему это прям довольно круто. После этого мы хотели посмотреть на зелья и что будет с ними происходить. Стандартный у нас запас был, и в принципе, время возрастает действительно в несколько раз, как нам и говорили, но вот в плане масел мы этого что-то пока не видим. Числа не меняются, и это довольно печально. Проценты что-то тоже не сильно меняются. Но давайте чисто для интереса проверим. Создаем предмет. Переходим в соответствующее меню. находим предмет. Улучшаем и получаем 420 секунд. 420 секунд это у нас 7 минут получается. В чем парадокс? парадокс в том, что числа как раз-таки вот в этой вот штуке они никак не меняются. То есть у нас как стояло стандартное статичное число, так и стоит. То есть не знаю, по идее такого быть не должно. Не должно. Думаю, с этой веткой все более-менее понятно. Эту часть мы улучшили. Запомнили, да? Сейчас мы вернемся вот к этой части и посмотрим на остальные вещи. Разумеется, вот это мы уже приплюсовывать не будем. Просто интересно посмотреть на сами уровни. Так. Возвращаемся мы снова. Улучшаем все вот эти ветки и улучшаем вот эти способности. Снижение урона при интоксикации полезно. Маловероятно, что игрок узнает, что именно его ждет на следующем уровне, и это немного напрягает. Тоже, по идее, полезная вещь. Опять же, да, поскольку мы здесь и мутацию можем открыть. Регенерация энергии при интоксикации тоже плюс. Опять же, мутация открывается, и здесь у нас открывается мутация. И здесь у нас тоже мутация есть, и вот в этой ветке тоже есть мутация. Как вы можете заметить, у нас здесь довольно много полезных эффектов. При этом мы получаем аж 5 допустимых слотов для мутации. По-моему, это достаточно круто. Опять же, то есть действительно ли оно работает так? Ну, чисто для того, чтобы вы не думали, что здесь можно только один раз применить эту мутацию, и все на этом завершится. Смотрим на числа, которые у нас здесь были. Видим огромные проценты в 582. Круто, классно, полезно. Давайте даже посмотрим, что у нас здесь может быть. Здесь может быть, конечно, довольно много всего. Нам нужны наши эликсиры. Сделаем один такой. Это мы не сделаем, потому что больно будет глазам. так, ну, допустим, как-то вот так. Далее переходим к самим эликсирам. Так, так, так. Применяем раз, применяем два, применяем три. В теории применяем четыре. полезно, полезно, классно. Так, и что у нас дальше? Так, хорошо. Вернее, хорошего пока ничего нет. Нам обещали увеличение шкалы адреналина, так. Пока я ее почему-то не наблюдаю. Либо разработчики хотят, чтобы мы полностью прям усилили наш эффект, но пусть так будет. Нет, так не будет слишком много. Так, тоже не будет. Тоже мимо. то есть видимо надо было тогда. Или можно так сделать, хорошо. Будет немного дискомфорт, поскольку экран поменяется, но зато узнаем, что там по эликсирам. Либо я не понимаю, как это устроено, и может быть оно должно появляться именно в бою. Давайте мы это наверное сейчас и проверим. Закинем какие-нибудь доспехи базовые. Так, так, так. Что у нас здесь было? Так, сюда, сюда, это сюда. Ну и пропускаем все диалоги. И как только у нас начинается какой-то бой. Вы можете заметить, что у нас шкала адреналина заполняется. Хорошо. Это мы теперь ушли. Нормально. Что же у нас будет получаться? Далее активируется знак. В теории, если бы мы не отлетели. Снова возвращаемся к исходному состоянию. опять же, давайте быстро закинем сюда какую-нибудь мутацию, пусть будет. В принципе, все равно, что сюда уже закидывать. Закинем абсолютно все, что у нас тут было. Так, это сюда тоже. Так, один есть. Далее, переходим к следующему. Сюда добавляем его. Тоже есть. Сюда переходим, тоже добавляем еще один мутаген. Остается у нас последний качественный мутаген и остальные, ну, такие себе. Туда его. И остается у нас последний. Ну, пусть уже будет тоже вот этот вот. в итоге, в итоге, исходя из всех вот этих мутагенов, что мы можем заметить? Есть ли у нас прям какой-то прирост в контексте характеристик? у нас есть? что тут можно сказать? По идее, прирост он, конечно, есть, но он какой-то не слишком существенный. Так? я бы даже сказал, что он практически никакой. Хотя, в принципе, не, в принципе, нормально. Мы же здесь не учитываем еще урон от всяких мечей и прочего. Так что, не, может, и сойдет. Может, неплохо. Далее. Далее, что мы делаем? мы закидываемся доспехами. Так, 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 это все есть. Так. Нам еще понадобится любой предмет. Это есть. И какой-нибудь трофей, просто чтобы был. Здесь у нас тоже есть довольно много всякого. Урон броня, здоровье и дополнительный урон, урон, здоровье и дополнительный урон от знаков и здоровье плюс 50 единиц. Ну, как так, по идее, довольно полезные вещи, ну, в теории. Что же нам понадобится здесь? В принципе, мне нравится этот предмет. Его и возьмем. Далее. Далее у нас идут наши зелья. по поводу зелий мы давайте сделаем уже что-нибудь другое. Например, вот это. Так, пусть будет этот. Ну, еще какие-нибудь так, кстати. с этим вроде бы все. Так, переходим к самим эликсирам. Первый эликсир. Второй. и проблема опять же в том, что нам необходимо будет считать, что именно из эликсиров мы все-таки можем применять, а что из эликсиров мы опять же применять не можем. то есть несмотря на то, что мы вроде довольно неплохо прокачали всю вот эту нашу ветку, нам всегда придется использовать еще какой-то дополнительный эликсир, чисто в теории. Ну, давайте попробуем этого не делать. оставим так. Радует то, что время всех этих эликсиров увеличилось. Нам, кстати, еще везет, что с нами компаньон, здесь нас ожидают враги. По крайней мере, мне так казалось, что ожидают. Да? Здесь прекрасно. А-а-а, Ну, мы пока просто ждем, пока у нас накопится вот этот адреналин. Можно подождать здесь. Здесь нас особо враги атаковать не будет. Это такая мертвая зона для них. активируем знак. Вы видите, чтобы знак активировался? Что-то меняется. Либо мне вот кажется, либо она что-то не особо и поменялась. Хотя, не, в теории мы какой-то эффект получаем. Так, давайте посмотрим. Что у нас по эффектам? Есть ли у вас здесь хоть что-то? Время есть, но сам эффект я почему-то не наблюдаю. Это довольно странно. Ну что ж. Просто чисто теоретически, если бы этот знак работал именно так, как он и должен был работать, это было бы слишком, не знаю, сильно, мощно и так далее. Давайте посмотрим, сколько продержится наш главный оппонент. Опять же, останавливаемся немного и пропускаем диалоги. Так, чтобы нас опять не угробили, как это было в самом начале, мы применяем знак. Мы просто отходим. Отходим далеко-далеко и ждем. То есть, шкала вот этого знака, она накапливается достаточно быстро. Мы его вроде как применили, так. Что у нас по урону? урон прям, ну, довольно большой получается. По-моему, довольно неплохо. Единственный минус, что взяли мы именно вот этот посох, а не какой-то нормальный предмет, если мы возьмем нормальный предмет, то боевка слегка изменится и изменится в лучшую сторону. Мы, кстати, можем продолжать применять все вот эти вещи. И знаете, в чем деталь? Я почему-то не вижу вот эту раздражающую вещь, вот этот значок прицела. Помните, да, его? Что там как-то не появляется? И меня это немного пугает, что ли? Это без него совсем непривычно. Ну, урон, да. Урон, я бы сказал, очень даже большой. Как вы можете заметить, анимация защитного знака КВН сбивается, сбивается несколько, раз. Ну, по-моему, очень все неплохо выглядит. Тут без вариантов как бы уже понятно, да, что бой этот мы спокойно завершаем, так что я не думаю, что мы будем продолжать издеваться над данным пареньком и просто продолжим дальше рассматривать прокачку. Далее у нас идет, пожалуй, бой с мечами. Урон из удара в спину снижается, по-моему, довольно полезно. Опять же, урон при ударе в спину увеличивается, тоже полезно, если бы хитбоксы работали нормально. Урон мечом на пять процентов. Это все, по идее, достаточно тоже полезно. Здесь у нас здоровье. И, как вы можете заметить, в предшествующей ветке у нас было пять возможностей применить мутацию. Здесь же у нас наблюдается пока только три. При этом здесь у нас очень неплохой идет эффект, на мой взгляд. Ну, и здесь я уже, так понимаю, ничего такого у нас полезного особо не будет. Добьем же вот эту ветку. Все, мы тоже увеличим. так, и ну, пусть будет еще вот эти вот вещи. Ну, у нас как раз осталось на два наших пункта, давайте мы возьмем снижение урона. Да, по мутациям здесь у нас, как вы можете заметить, меньше всего. Опять же, применяем стандартный наш сет из критических эффектов. Так, надо было, наверное, сначала посмотреть, да, а потом уже закидывать все вот эти мутагены. Но, собственно, выглядит это уже следующим образом. Тоже довольно, по-моему, неплохо. Но, как мы уже могли заметить, все вот эти цифры и знаки, они не всегда отображаются корректно. Урон увеличился, прирост есть, хорошо. в плане критических эффектов тоже изменения есть, тоже неплохо. Далее, применяем все вот эти виды мутагены. ну и давайте, наверное, здесь тоже что-нибудь сделаем, в отличие от предыдущего опыта. ну, может ли нам все это помочь? В теории-то да, но это нам и так не понадобится, адреналин и так быстро накапливается. Возьмем просто какой-нибудь мутаген критических эффектов, если он у нас еще был. Да, был, поэтому вот этот возьмем и вот этот тоже. В общем итоге, при, как вы можете заметить, всех вот этих мутагенах, которые все-таки статистику свою пишут, напишут статистику не общую, мы можем заметить вот, что у нас здесь получается будет тройка, здесь девятка и получается итого 12% мы должны получить. Вроде где-то да, примерно получили наверное плюс-минус столько, надеюсь. Что же дальше? Дальше у нас как всегда доспех, вся вот эта броня, так, это мы уже не берем, ну и вот эти вот предметы. Хорошо, это все есть. Можно было бы конечно подождать пока там здоровье заполнится и так далее, и так далее, но опять же долго. Помните, я говорил про блокирование и снижение, да, энергии, смотрите, вот у нас здесь есть наши враги, блокируем, пока знак работает, энергия не снижалась, теперь снижается. ну вот, собственно. Что же у нас дальше? Дальше у нас все выглядит довольно печально, на мой взгляд, поскольку в отличие от предыдущей ветки у нас довольно медленно наши навыки будут увеличиваться, ну, не навыки, вернее, а вот эта вся прокачка, в принципе, в принципе, будь врагов побольше, может быть, было бы и нормально, но поскольку у нас врагов достаточно мало, нормальным этот эффект мы назвать не можем. Двигаемся, получается, к нашему финальному оппоненту, предварительно повышаем уровень сложности. так, нам немного не повезло, я бы даже сказал, очень сильно не повезло, пока наш оппонент под действием защитного знака нам особо ловить нечего. Эффекты мы никакие не проверим. Так, теперь, в принципе, можем. Можем. Главное, чтобы он ничего не использовал. В принципе, как вы можете заметить, здоровье снижается очень медленно, если мы будем сравнивать с предшествующей прокачкой. Но, опять же, даже в таком случае мы можем заметить, что это довольно сильная прокачка, поскольку даже самый, казалось бы, сильный противник будет в таком вот состоянии пребывать. И, знаете, в чем прикол? Мы не можем активировать вот этот знак, пока здесь один противник. То есть, особого смысла в том, чтобы активировать вот этот вот знак, у нас как бы нет. То есть, я сейчас прожимаю клавишу, ничего не происходит. Ну, вот, как-то так, да. Но, кстати, интересная деталь проверить еще одну интересную деталь. Сейчас вернемся. будет вот эта самая интересная деталь, на мой взгляд. Будем пробовать. все, что нам сейчас необходимо сделать, это немного увеличить наш запас энергии. К сожалению, нам не повезло активировать, удалось нашему оппоненту защитный знак. Это плохо. Это очень-очень плохо. Поэтому придется нам немного опять подождать. здоровье в принципе позволяет нам делать всякие бесполезные вещи. Так. Делаем два удара и после опять ждем. Подходим, ждем, подходим, идем, подходим, подходим, ждем. В принципе классическая схема для второго Ведьмака. Это он не первый Ведьмак с сложной боевкой. И вот теперь у нас вся вот эта шкала заполнилась. И как вы помните работает оно как правильно. Когда у нас много врагов должно быть. Поэтому ждем пока наш персонаж подойдет. Соберем побольше наших врагов и попытаемся активировать как раз таки именно здесь вот этот знак. Эффектно конечно, но только вот что-то как-то не сработало. Ну конечно, чего я тут ожидал. Но в принципе у нас здесь есть два врага. А это значит что верно то, что у нас еще есть небольшие шансы. А это значит, что нам главное стражника атаковать. Но с этим мы справимся. Плюс он еще и луч поэтому ой то есть арбалетчик. в любом случае не важно у него дальнее оружие не ближний бой. Особых проблем быть нет должно. Опять же. Но что-то мне подсказывает, что разработчики решили убрать такую возможность. Надо как-то нам их отделить. Отделять мы их пожалуй будем каким-нибудь знаком. Или нет они сами отделились прекрасно. Это хорошо. Это хорошо. Проблема просто в том, что если мы будем таких атаковать у нас особо ничего не получится. Поэтому нужно мне поменять оружие на то, что будет наносить меньше урона. То такими темпами мы победим. Это нам не надо. Мы здесь не для того, чтобы побеждать. Мне кстати нравится, что вот этот вот курсор прицел слетел куда-то. Это просто прекрасно. Это не может не радовать. Не может это не радовать по одной простой причине. Когда мы наносим урон нескольким врагам, этот прицел логично не нужен. Почему его не убрали сразу? Вопрос вопрос. то есть одного мы побеждаем, а на лето не действует. Понятно. Хорошо. Действительно глупо было полагать, что у нас работает, но что я могу сказать. Данная ветка была бы достаточно сильной, если бы эффекты работали на всех, а не на выборочных противников. Также из минусов, но выглядит вроде довольно неплохо, но все-таки больше всего мне нравится ветка с магией. Магия, по-моему, наиболее интересная вещь. Думаю, что особо мы здесь уже останавливаться не будем, хронометраж так затянулся, затянулся прям очень сильно, поэтому быстро просто посмотрим некоторые эффекты, убедимся в том, что здесь число мутаций меньше, убедимся в том, что число мутаций в предшествующей ветке намного-намного больше, предшествующей я подразумеваю ветку алхимии. Ну, что у нас здесь? Общее сопротивление на 5% и здоровье на 50%, учитывая, что из второй уровня еще на первом мы получали что-то, это полезно. В увеличении адреналина знаками тоже полезно, общее сопротивление нормально, все вот это хорошо, но проблема вот в чем, нам необходимо прокачивать энергию, то есть у нас есть прирост энергии, есть, есть, урон знаками здесь есть, и здесь энергия тоже плюс 1. Если бы мы видели, опять же, всю ту энергия и прочие вещи, которые получаем мы чуть раньше, а видеть мы это все могли в инструкции, которая прилагалась к приложению Ведьмак 2, но опять же, сейчас же мы этого не видим, так что как бы какой в этом смысл, в этом особого смысла нет. Здесь у нас по энергии ничего такого нет, за 5 уровней мы никуда, похоже, не доберемся, прям вот вообще никуда, и это довольно печально. То есть здесь у нас это получается как бы максимум, который мы можем получить, ну и разве что вот восстановление энергии у нас остается еще три каких-то никому не нужных таланта в этой ветке, на самом деле они, конечно, нужны, полезны и все такое, но в данном случае оно нам не сильно поможет. Отражение, по идее, вообще довольно полезное, мы смотрели на то, как это работает на призраках. Так, что у нас по характеристикам, опять же, по характеристикам мы видим, что у нас сопротивляемость довольно на высоком уровне, адреналин при попадании уже на 990%, что практически в два раза предшествует, так, превышает предшествующий результат. Дальность знака, ну, гипотетически полезна, на деле непонятно, восстановление, то есть это получается каждые 3 секунды у нас будет восстанавливаться шоколад одна, так, а в бою получается достаточно медленнее это будет все происходить, но в любом случае довольно полезно. Так, можно сказать, что магия здесь является достаточно сильной вещью, опять же, ну, да, в принципе никто этого никогда и не отрицал, магия во втором Ведьмаке и так всегда была довольно сильной. Что же у нас до наших оппонентов? С ними все должно быть, по идее, довольно быстро, особенно учитывая, сколько у нас сейчас энергии, энергии у нас прям очень много, плюс еще доспех, плюс еще оружие прибавляет нам энергию, то есть прям очень-очень-очень-очень много. Можно буквально закидывать знаками наших врагов, в принципе, это мы и сделаем. Так, конечно, это было довольно глупо, лететь туда без знака. Знаете, что еще интересно? Интересно то, что я не вижу почему-то статистику, в смысле, вот эту вот шкалу, которая обычно в правой части экрана была, хотя она мной вроде как не отключалась никуда, и это очень-очень странно. Ага, ладно. Допустим. Что мы можем сказать здесь? Здесь у нас ничего особо не изменилось. Так, заметил все-таки проблему, оказывается, я все-таки случайно отключил эту статистику с тем, как будет работать отображение всяких эффектов и прочего, поэтому включаем и переходим к боссу. Либо у меня какие-то глюки, либо этого не может быть. Видели? Знак был, знак появился, знак пропал. Я про шкалу энергии. Хотя ничего вроде не прожималось. Очень интересно оно, конечно, работает. Что еще? Плюс один в коллекцию байберов. Почему нет? Так, сейчас мы будем просто использовать один знак, видимо. Хотя по сути нам бы намного выгоднее было ничего не использовать сейчас, а просто подождать, пока у нас энергия будет скапливаться. Так. Что пока можно сказать? Пока можно сказать, что знаки наносят довольно базовый урон. Стоит также отметить, что из мутагенов в данном опыте ничего не применяется. По знакам и эффектам мне как раз таки вот этот вариант нравится больше всего. Давайте просто применим оставшиеся... мы ничего здесь не применим. Уровень сложности и все такое. Я понял. Хорошо. Хорошо. В таком случае... Секунду. Может все-таки... Нет, по-моему, оно должно же меняться. Не знаю, с чем это связано, но при переходе на другой уровень сложности здесь мы почему-то еще можем применять различные мутагены и прочие вещи. А вот на трудном уровне сложности мы уже ничего применять не можем. Не могу сказать, чем это связано, должно это быть так или нет, но в любом случае, в любом состоянии у меня просто это все не срабатывало, даже если мы находились вне боя. Так. Сюда бы, по идее, идеально вписались усиливающие вот эти штуки, но поскольку мы остановились на мощных уже вот этих мутагенах, хотя в принципе, в принципе, можете все-таки взять какие-нибудь мутагены, связанные с магией, хотя у нас особо ничего и не осталось связанного с магией, разве что дальность знаков можно увеличить, но пусть будет хорошо. И что-нибудь еще может быть. Ну и вот эти пускай будут хорошо тоже. Их тоже сюда закинем. Так, это сюда. И вот это тоже сюда. Нужно перейти сначала, все время забываю. Так, это тоже сюда есть. Далее, что у нас по характеристикам. Характеристики вы сейчас можете видеть здесь на экране, и на мой взгляд, по-моему, ничего особо сильно не поменялось, особенно если учитывать, что у нас по умолчанию должно было быть небольшое увеличение. Так, допустим, плюс два. Так, здесь у нас будет столько процентов, здесь семь, и того, ну, где-то 11%, то есть все равно очень мало получается. Ладно, по уровню сложности сейчас мы опять его вернем в нормальное русло. Так, и теперь мы уже можем применять знаки. Так, хорошо. На мой взгляд, вот этот знак является достаточно мощным, причина довольно проста, мы сможем успеть оббежать нашего противника чисто в теории и атаковать в спину. Но это чисто в теории. На практике, как вы можете заметить, это особо у нас не получается, как бы мы здесь не крутились, как бы мы здесь не перемещались, у нас особо ничего не вышло. По поводу урона, урон у нас ну прям конкретно слабый. И можно сказать, что данная ветка ну что ж, данная ветка в теории, если бы у нас не было других знаков, которые бы мы могли использовать. Ну, давайте посмотрим, что у нас будет с другими знаками. Зато вот, как вы можете заметить, у нас огонь довольно много наносит урона. Я бы даже сказал, больше, чем наш меч. Хотя, в принципе, сейчас мы попадаем просто это в блок. Но все равно, все равно, как бы урон достаточно большой. Не сказать, что таким методом мы смогли бы нашего оппонента победить, но вернее, победить быстро. как вы можете заметить, у нас все равно урон, который мы пропускаем довольно больше, чем то, что мы наносим. Что еще здесь можно сказать? в принципе, здесь особо ничего, наверное, так и не скажешь, хотя в принципе можно еще вот таким методом, используя мы, например, знак какой-нибудь, после этого мы используем ловушку, мы также можем сбивать нашего оппонента с помощью с помощью чего, да, с помощью всего, ну, опять же, защитный знак квен, он, как и раньше, был достаточно сильным, аксий на лето как не действовал, так и не действует, сколько бы мы там не тыкали, поэтому что-то можно еще сказать, здесь, наверное, уже больше ничего и не скажешь, а, единственное, можно было рассмотреть вот этот вот аспект, который связан с этим типом урона, пока соперник оглушенный можем его атаковать, и на этом как бы все. так, какой в итоге можно сделать итог? Итог в том, что большая часть веток умений персонажа, они хоть и выглядят довольно сильными, интересными, и так далее, и так далее, но получается, что ветка с алхимией является достаточно сильной, и не стоит ее недооценивать. Остальные же ветки, ну, они тоже довольно неплохие, но все-таки могло быть и лучше. Основной минус, как уже отмечалось, это нехватка уровня, ну, и то, что некоторые характеристики все еще работают так, как работать они не должны. Это довольно печально. Ну, еще печально то, что дальность знака арт без прокачки, исходя из этой статистики, видим число, и после прокачки не слишком сильно-то все и увеличилось. Вот в сравнении с веткой алхимика там было прям все очень-очень неплохо. Что ж, на этом я думаю с ключевыми минусами нет. Все. Остальные детали мы рассматрим позже. не , не , они , они